МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать, как принять участие в областном проекте инициативного бюджетирования. В помощь маме и малышу в роддоме Сарова появился консультант по грудному вскармливанию. Отбор на первенство России в Сарове прошли областные соревнования по лыжным гонкам. Далее расскажем обо всем подробно. Какие именно территории в Нижегородской области приведут в порядок в 2023 году, решать вам. В первую очередь будут благоустраивать те объекты, в которых жители нуждаются больше всего. Свои идеи и проекты саровчане могут представить в Департамент городского хозяйства. Судьбу предложений решит рейтинговое голосование, которое стартует в марте. Стартовал прием заявок по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать». В прошлом году в Сарове реализовали 10 проектов по благоустройству. В этом году губернатор Клеб Никитин почти вдвое увеличил финансирование программы. Для Сарова максимальное софинансирование из областного бюджета составит 40 миллионов рублей. Уровень софинансирования из внебюджетных источников, спонсоров или граждан подняли с 1 до 5%. В проекте появилась и новая номинация «Молодежная политика». Приоритет отдается работам по благоустройству спортивных, дворовых площадок и общественного пространства. Дополнительные баллы получают сразу номинации «Молодежная политика, спорт для всех», но это массовый спорт, детские площадки и общественное пространство. Если эти проекты будут представлены и защищены успешно, и сумма финансирования их составит меньше 50% предусмотренного софинансирования, например, на 20 миллионов область должна участвовать, то они вообще без конкурса допускаются. А вот дороги, согласно правилам, будут финансироваться по остаточному принципу. Еще один новый критерий – информационное сопровождение проекта в соцсетях. Оценивать проекты будут по публикациям, репостам и лайкам. Чтобы инициатива прошла этап онлайн-голосования, необходимо набрать не менее 300 голосов. Также свои баллы выставляет и экспертная комиссия. В прошлом году инициаторами два муниципальных учреждения выступили, молодежный центр. Я считаю, что проект получился очень хороший. Они реализовали комплексную молодежную площадку на территории. И в этом году также они сейчас формируют заявку. Они хотят продолжить там работу по устройству летнего кинотеатра на открытом воздухе. Депутат Иван Ситников в этот раз в рамках вам решать заявляет два проекта. Первый из них – расширение стоянки у дома 2А на улице Победы. Такая просьба поступила от жителей многоэтажки. Депутат уже выносил проект на конкурсную программу «Вам решать» в прошлом году, но не набрал нужное количество голосов. Сейчас проект подорожал более чем на 300 тысяч. Эти работы интересны жителям этого дома, но они могут быть неинтересны жителям Силкина, Шверника, Радищева, Юности. В этом отношении, пользуясь случаем, я хотел бы попросить помощи у наших горожан. Проголосуйте, пожалуйста, за данный проект, потому что он должен вписываться в комплексное развитие данной территории. Я уже говорил, как смотровая площадка. Второй проект Ивана Ситникова – благоустройство дворовой территории в районе дома 3 по Северному переулку. Здесь депутат с инициативной группой жителей хотят также сделать парковку для автомобилей, лавочки, малоархитектурные формы и асфальтированные тропы. Проект предполагают разделить на два этапа. Там, где люди уже создали эти тропинки, там предполагается их замостить, причем ни одно дерево не пострадает. И между этими тропинками будут и малоархитектурные формы, лавочки, скамеечки, урна, цветники, выбивалки. Ну, современные такие. Предполагается и спортивная площадка для детей. Чтобы принять участие в программе «Вам решать», необходимо собрать инициативную группу от 10 человек, обсудить будущий проект и сообщить о своем решении в департамент городского хозяйства. Консультацию можно получить по телефону 977-97. Кормление грудью многие воспринимают как естественный процесс, который не требует особых знаний. Но когда женщина остается один на один с новорожденным, особенно если это первый ребенок, у нее могут возникнуть вопросы. На помощь мамам, которые столкнулись с трудностями при кормлении грудью, приходят консультанты по грудному вскармливанию. Теперь такой специалист есть и в роддоме КБ номер 50. Кормление грудью – естественный процесс, который не требует особых знаний. Но порой у мамы появляются трудности с кормлением малыша. В этих случаях поможет консультант. В роддоме нашей больницы такой специалист недавно появился. Акушерка Ольга Ярыш прошла курсы от ведущих врачей Санкт-Петербурга и стала сертифицированным консультантом по грудному вскармливанию. Я считаю, что это очень для женщины важно – поддержать ее, помочь и дать достоверную информацию. Ольга Владимировна признается, что чаще всего мамам требуется психологическая поддержка – успокоить и утешить. Помогает консультант по грудному вскармливанию и информационно рассказывает, почему ни одна смесь не может заменить материнское молоко. Отвечает на вопросы о режиме кормления и о том, как сделать процесс комфортным для мамы и малыша. Бывают такие случаи, когда приезжаешь и на самом деле проблем нет. Сказать, что у вас все хорошо получается, что у вас много молока, что у вас ребенок хорошо сосет, прибавляет весь – это самое главное признак правильного грудного вскармливания. Мамочки успокаиваются и все налаживается. Грудное молоко необходимо ребенку до полугода, но и затем специалисты советуют не отказываться от него. ВОЗ рекомендует кормить малыша до двух лет, сочетая мамино молоко с введением прикорма. Появление консультанта по грудному вскармливанию – не единственное нововведение, которое случилось в акушерском отделении нашей больницы. Роддом становится более открытым. Здесь приветствуют партнерские роды и стараются сделать все, чтобы самый важный момент в жизни женщины стал и самым счастливым. Уже неоднократно мы говорили, что мы первый роддом в Нижегородской области, кто стал проводить партнерские роды при операции кесарево-стечения. Это не платная услуга, мы сразу говорим. Партнерские роды, они все равно решаются с семьей. В среднем за неделю в акушерском отделении проходит от 11 до 19 родов. На 10% из них присутствует и папа. Шестого февраля в двух десятках школ Нижнего Новгорода и больницы имени Симашко прошли массовые эвакуации. Поступили звонки о якобы заложенных там взрывных устройствах. К счастью, все сообщения оказались ложными. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Школа здоровья по теме артериальной гипертонии состоится в Сарове 9 февраля. Специалисты расскажут о клинических проявлениях этого состояния, о факторах, которые влияют на развитие болезни. Ее осложнениях, профилактике, аспектах лечения и самопомощи при гипертоническом кризе. Слушатели также смогут получить ответы на свои вопросы. Школа здоровья пройдет с 11 до 12.30 в интерактивном классе поликлиники номер 2. Вход свободный при условии соблюдения масочного режима для лет старше 16 лет. Библиотека имени Пушкина проводит благотворительную экологическую акцию «Киноэкология». От Саровчан принимают макулатуру, которую потом сдадут, а собранные средства направят на поддержку всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Это программа по созданию короткометражных фильмов от регионов страны. Картина создает специально для просмотра и обсуждения на школьных уроках. Макулатуру принимают и в Центральной библиотеке на Герцан 13А, и в структурных подразделениях на проспекте Музрука 18, и в здании ОБЦ Носилкина. Ушел из жизни депутат пяти созывов Вячеслав Боровский. Будучи профессиональным строителем, Вячеслав Юрьевич активно принимал участие в разработке проектов решений, касающихся развития дорожно-транспортной сети города, капитального ремонта, благоустройства, развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в Сарове. За многолетний добросовестный труд Вячеслав Юрьевич был удостоен звания ветеран труда. Награжден знаком отличия в труде ветеран атомной энергетики и промышленности. Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Юрьевича. Саровские старшеклассники приняли участие в 20-м зимнем физико-математическом и 6-м биологическом турнирах. Они проходили в нашем городе в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» при поддержке Ядерного центра и Департамента образования. Полторы недели участники занимались с ведущими преподавателями российских вузов. Девять дней ярких, интересных и насыщенных занятий с педагогами из лучших вузов страны завершились 20-й зимний физико-математический турнир и 6-й турнир «Юный биолог». Старшеклассники города собрались в актовом зале 3-го лицея на торжественное закрытие и подведение итогов. В этом году в традиционном турнире приняло участие 106 школьников. Я в зимнем турнире участвую уже не в первый раз и мне каждый раз очень нравится, потому что здесь очень хорошие преподаватели, с помощью которых я приобретаю очень полезные знания, которые мне пригождаются на олимпиадах различного уровня. Хочется оставить свое пожелание, чтобы помимо летней и зимней школы организовали весенние и осенние турниры, потому что большинство олимпиад выпадает именно на этот период и хотелось бы лучше подготовиться. Проект «Молодые таланты Сарова» Арфиацвнеев на протяжении нескольких лет организовывает зимнюю физико-математическую и биологическую школы для учащихся 9-11 классов, желающих выйти за рамки стандартной программы. «Молодые таланты Сарова» – это возможность для ребят в течение всего года постигать сложные науки и решать нестандартные задачи. В этом году летняя физико-математическая школа состоится на базе лагеря «Гайдар». Все олимпиады региональные и потом, надеюсь, все-таки заключительный этап. Мы на вас возлагаем вашей надеждой, им всегда это говорим. Летний лагерь, наконец-то, мы надеемся, состоится. Мы уже так отвыкли, да, Елена Дорфина от «Гайдара». Но надеюсь, что все-таки туда попадут те, кто действительно хочет своему сердцу доказать, самому себе и всем остальным, что может. И там, в общем, будет тоже серьезная работа. Все участники турниров получили сертификаты, а победителей и призеров Олимпиад наградили дипломами. Шесть саровчан на прошлой неделе попались пьяными за рулем. Один из них отказался от мета-свидетельствования. Еще трое проехали на красный сигнал светофора. О других результатах своей надзорной деятельности на минувшей неделе нам рассказали в ГИБДД Сарова. После отепели за окном термометр снова показывает цифры ниже нуля. Синоптики на этой неделе обещают похолодание до минус 15 ночью и до минус 5-8 днем. В связи с этим на дорогах снова стало небезопасно. Слякоти каша превратились в наледь. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города. В основном дорожно-транспортные происшествия происходят из-за несоблюдения скоростного режима. То есть превышение скоростного режима в городе и выезд на полосу встречного движения при обгоне попутно-движущих транспортных средств. Все это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. По статистике регионального ГИБДД, в январе этого года число погибших пешеходов на дорогах Нижегородской области увеличилось на 17%. Под колеса автомобиля попали 8 человек. Поэтому госавтоинспекция еще раз призывает водителей соблюдать скоростной режим. А пешеходам, прежде чем выходить на проезжую часть, советуют убедиться в безопасности перехода. В Сарове за минувшую неделю зарегистрировали 4 ДТП с материальным ущербом. Из них одно с пострадавшим. У дома 18 по улице Южное шоссе, где водитель 87-го года рождения, управляя автомашиной Рено Дастер, при обгоне транспортного средства выбрал такую скорость движения, которая не обеспечила ему постоянный контроль за дорожным движением, в результате чего совершил съезд дороги. Автомобиль наехал на бетонную опору теплосети. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. После осмотра пострадавшего отпустили домой. Спортивным новостям. Хоккейный клуб «Саров» на выезде одержал победу над хоккеистами из Княгинина со счетом 3-4. Игра шла на равных, но саровчане оказались сильнее. Следующий матч «Саров» проведет на домашнем льду в субботу 11 февраля. Соперником наших спортсменов станет команда «Кстова» начала игры в 13.00. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале «Саров-24» и в группе канала «16» ВКонтакте. Для зрителей старше 12 лет. На лыжной базе прошли областные соревнования по лыжным гонкам. Отбор на первенство России по среднему возрасту. В «Саров» приехали сильнейшие спортсмены из разных городов региона. Достойную конкуренцию им составили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Нижний Новгород, Семенов, Арзамас, Первомайск, Вачев, Икса, Бор. Лыжники со всего региона в выходные съехались в «Саров», чтобы принять участие в областном первенстве. По итогам соревнований лучших из них отбирали для участия в первенстве России в Сыктывкаре. Сегодня у нас дистанции классическим стилем. Девушки бегут у нас 2007, 2008, 2009, 2010 года рождения. Дистанции 3 километра. И мальчики, соответственно, этих возрастов, они бегут дистанцию 5 километров. Завтра у нас состоятся гонки свободным стилем. Достойную конкуренцию областным спортсменам составили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Практически на каждой дистанции во всех возрастных группах у «Саровчан» есть призовые места. Двое наших спортсменов, Дарья Зюзяева и Александр Зарубин, отобрались на первенство России. А вот Карине Мейнковой буквально пара секунд не хватило до третьего места. Бежали классическим стилем, 3 километра. Причем сегодня гонка не пошла. Было прям тяжело. Есть очень сильные девочки. Все подтягиваются. То есть ты растешь, другие растут. Лыжными гонками Карина занимается 5 лет. Год назад девушка перешла к заслуженному тренеру России Николаю Седову. Летом спортсменке удалось достичь первого крупного успеха на соревнованиях по лыжероллерам. И останавливаться на достигнутом она не собирается. У меня какое-то удовольствие от этого. Там день не удастся. Ну, плохо пойдет. Я встану на лыжи, у меня как сама вот эта вся злость, негатив у меня остается на трассе. То есть после тренировки я получаю какое-то удовольствие от этого. В выходные на лыжной базе пройдет массовая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», в которой примут участие все желающие от дошкольников до ветеранов спорта. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА